В эфире новости на Аризон ТВ в студии Олеся Кайряк. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем об основных событиях дня к этому часу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы позвонили в генеральный инспекторат полиции, чтобы узнать подробности. Пресс-секретарь нам сообщила, что женщину-водителя доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Она задержана на 72 часа, но находится в Бричанской районной больнице. Автомобиль представляет собой вещественные доказательства. Машина изъята и доставлена на спецстоянку, где находится авто, попавшее в аварию. Она прошла проверку на алкоголь. Тест показал, что у нее было 0 мг на литр алкоголя, то есть она не была в состоянии опьянения. В рамках расследования уголовного дела будут проведены экспертизы, и только тогда будет точно известно, с какой скоростью двигался автомобиль. Сотрудники Бричанской районной больницы, куда была госпитализирована женщина, не ответили на наши телефонные звонки, чтобы сообщить о ее состоянии здоровья. Дело расследует полиция. В пресс-релизе правоохранительных структур сообщается, что из-за сильного дождя и плохой видимости водитель наехал на велосипедиста, а на пострадавшей не было одежды со светоотражающими элементами. Полиции предстоит установить все обстоятельства, при которых произошла трагедия. Велосипедистка, сбитая насмерть в Бричанах, сотрудница пограничной полиции, была членом партии «Строем Европу дома». Об этом заявил основатель и лидер политформирования, бывший заместитель начальника генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк. В этой связи он требует отставки россияного селоя и Виорела Чернеуцяна, обвиняя их в некомпетентности. Оба руководителя пока не отреагировали на обвинения. Сразу после смертельного ДТП, произошедшего 26 октября, лидер партии «Строем Европу дома» Георгий Кавкалюк написал в социальных сетях, что жертвой инцидента стала кандидат возглавляемого им политформирования на должность советника Бричанского городского совета. Погибшая возвращалась на велосипеде со встречи с местными избирателями. Да упокоит Господь душу нашей коллеги Аурике Ситарь, написал Кавкалюк в социальных сетях. Он считает, что смерть женщины на совести начальника пограничной полиции и главы генерального инспектората полиции. Председатель партии «Строем Европу дома» назвал их самыми некомпетентными руководителями и потребовал их отставки. Наш телеканал обратился за реакцией к главе генерального инспектората полиции Виорелу Черноуцану, но он не ответил на наш телефонный звонок и сообщение. А у главы пограничной полиции «Россияного село» телефон был отключен. Руководитель пресс-службы пограничной полиции Раиса Новицки написала нам в сообщении, что не комментирует обвинения лидера партии «Строем Европу дома». Напомним, что по предварительным данным полиции авария произошла из-за дождя и плохой видимости. Отмечается также, что на жертве не было одежды со светоотражающими элементами. Алкотест показал, что водитель авто была трезвой. По сообщению пограничной полиции, в момент аварии она не была при исполнении служебных обязанностей. Отметим, что за последнее время произошло несколько случаев смертельных ДТП с участием сотрудников МВД. Так, в Сынчире 22-летняя женщина-полицейский, сев в пьяном виде за руль, насмерть сбила молодую мать. В той же автокатастрофе серьёзные травмы получили несовершеннолетняя сестра жертвы и её дочь. Кроме того, сотрудник бригады полиции спецназначения «Фулджер» сбил пешехода на выезде из села Базиенах Инчерского района. Последний резонансный случай произошёл возле Кишинёвского аэропорта, где патрульная машина нацинспектората общественной безопасности, за рулём которой находился полицейский, врезалась в мотоцикл. В результате аварии водитель мотоцикла и его пассажирка, муж и жена погибли на месте. В начале сентября руководитель генинспектората полиции Виарил Черную Цану заявил на публичных слушаниях, организованных парламентом, что за 8 месяцев этого года произошло 1279 ДТП, в которых погибли 122 человека и более 1500 получили травмы. Кандидат от социалистов на должность столичного мэра депутат Адриан Албу требует отставки главы МВД Адриана Эфроса после того, как произошло ещё одно серьёзное ДТП с участием сотрудника полиции. Речь идёт об аварии в Бричанах, в результате чего погибла женщина, ехавшая на велосипеде. Требуя срочной отставки министра внутренних дел, связи с большим количеством жертв дорожно-транспортных происшествий с участием его подчинённых. Кровь этих жертв с его совести можно смыть только почётной отставкой и обращением к родственникам погибших на дорогах с просьбой о прощении, написал Адриан Албу в социальных сетях. Журналисты Аризон ТВ обратились с просьбой прокомментировать это главе ведомства. В ответ Адриан Эфрос сказал, что заявление Албу носит политический характер, учитывая предвыборную кампанию, и что он не намерен уходить в отставку. Ранее депутат просил в парламенте заслушать министра внутренних дел по поводу многочисленных дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой большое количество погибших и получивших травмы. Но его обращение было отклонено парламентским большинством без объяснения причин. Другим темам. Выборы с одним единственным кандидатом. В ряде населённых пунктов Республики Молдова избирателям не придётся ломать голову над тем, за кого проголосовать на должность мэра. А всё потому, что в гонке участвует только по одному претенденту. О том, что предусматривает законодательство в таких случаях, наш следующий сюжет. Секретарь Центральной избирательной комиссии Александр Берлинский подтвердил для нашего телеканала, что в 23 населённых пунктах из 12 районов в гонке за пост мэра зарегистрировался только один кандидат. Но, по его словам, количество претендентов на кресло главы местной администрации не имеет значения, поскольку в законе очень чётко сказано об организации выборов. Чтобы они были признаны действительными, должны проголосовать не менее четверти из числа зарегистрированных избирателей. По данным Центра избиркома, на всеобщих местных выборах всего зарегистрировано более 57 тысяч кандидатов на должность мэра и местного советника. От 35 политических партий и одного избирательного блока. Более тысячи человек баллотируются самостоятельно. Каждый третий претендент на кресло главы местной администрации – женщина. По возрастному критерию, 14 кандидатам на пост мэра – 23 года, а 65 кандидатов – старше 71 года. Примерно 55% претендентов на должность районных и муниципальных советников – мужчины, и около 45% – женщины. В округах первого уровня эта доля составляет 52 и 48% соответственно. Почти 20% кандидатов на кресло советника от 18 до 35 лет, а 4% – старше 71 года. Напомним, всеобщие местные выборы пройдут в воскресенье 5 ноября. По результатам голосования будут избраны около 900 мэров и 11 тысяч местных советников. Этот процесс обойдется госбюджету примерно в 178 миллионов леев, сообщили ранее в Центрозбиркоме. Жена и сестра прокурора, который стал виновником аварии в селе Бахмут Колоражского района, произошедшей вечером в прошлую пятницу, пытались дать деньги родственникам погибших. Однако семья жертв трагедии их не взяла. При этом, как утверждают скорбящие родные, прокурор, который на своем автомобиле на всей скорости врезался в телегу с людьми, пытался замять дело, подделав улики на месте аварии. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказала мать погибшего ДТП 28-летнего парня. Женщина прибывает в страну из Израиля в пятницу, чтобы похоронить своего сына и других погибших родственников. Она говорит, что надеется на справедливое правосудие. В свою очередь супруга прокурора утверждает, что деньги были предложены для того, чтобы помочь похоронить погибших. На шестой день после страшной аварии в Бахмуте, в которой погибли члены одной семьи, когда в их телегу на полной скорости врезался автомобиль, эксклюзивное заявление для нашего телеканала сделала мать одного из погибших. Женщина рассказала, что после столкновения прокурор, управлявший машиной, даже не подошел к жертвам аварии, чтобы узнать об их состоянии и оказать первую помощь. Тела были раскиданы по шоссе, но он ни к одному из них не подошел. Даже чтобы посмотреть, живы ли они, проверить и оказать помощь. Нет, он ни к кому не подошел. Я не знаю, что это за человек, что он настолько значимый, что не подошел, не поинтересовался, чем можно помочь. Как так можно? Четверо погибших, двое раненых. А он ни к кому не подошел, чтобы посмотреть и спросить, как они. Более того, по словам женщины, жена и сестра прокурора приходили домой к жертвам аварии и предлагали родственникам деньги за каждого погибшего. Женщина подошла к воротам и предложила 15 тысяч леев. Скажите спасибо Богу, ведь вы и так бедные, и я вам предлагаю эти деньги. И вчера вечером приходили и предлагали 20 тысяч леев. Деньги не взяли? Никто не взял ни копейки этих денег. В свою очередь, жена прокурора, виновного в дорожно-транспортном происшествии, признает, что предлагала деньги семье погибших, но не в качестве моральной или материальной компенсации, а как помощь на погребение погибших. Мы предложили материальную помощь, чтобы похоронить погибших. Мы хотели им помочь похоронить по-христиански этих четырех человек, но они потребовали с нас по 100 тысяч леев за каждого погибшего. Для погребения? Да, для погребения. Родственники погибших возмущены. Они считают, что дело пытаются замять. По их словам, свидетели аварии утверждают, что прокурор Дмитрий Требой ехал с превышением скорости, более 100 километров в час, когда наехал на телегу, и что тела погибших в автомобильной аварии передвинули, чтобы скрыть улики, а машину прокурора после ДТП эвакуировали, не проведя замеров. Мы нашли одного из свидетелей аварии, который попросил не раскрывать его личность. Он подтвердил слова родственников жертв аварии и рассказал о подробностях случившегося. Мама купила, где, ну, короче, жилос. Да. Мать ребенка, это молодая девушка, он переложил ее на плед. Когда я подошел к месту происшествия, прокурор уже был там. Возле этой молодой 28-летней девушки она была прямо у телеги. Скорость была не менее 100 километров в час. Я водитель со стажем и могу сказать, что скорость была под 100, а может даже больше, но никак не меньше. Это я гарантирую. Его машина была на полосе, всключенной аварийкой, далеко, не менее 100 метров от места ДТП. Мужчина, который управлял телегой, был в жилетке со светоотражателем. Там на жилетке было сильное светоотражение. Нас там было много, и мы даже не знали, что он прокурор. Я сказал, а где машина шофера, который их сбил? Сказали, что ее забрал эвакуатор. Без проведения замеров на месте происшествия? Без, потому что, когда мы подошли, люди уже замеряли, все замеряли, а машины уже не было. Мы попытались получить комментарий на обвинение родственников жертв аварии у адвоката прокурора, виновного в совершении ДТП, в результате чего погибли 4 человека. Он заявил, что его клиент не признает себя виновным, утверждая, что у него не было возможности увидеть телегу, так как она не была должным образом оснащена, хотя свидетели и видеокадры говорят об обратном. Перед ним была колонна машин, и он ничего не видел, так как видимость была снижена из-за фар впереди идущей машины, а телега с людьми не была оборудована надлежащим образом, как того требует правило дорожного движения. Ни водитель телеги, ни люди, сидящие в телеге, не имели ни одного элемента, который у них должен был быть. Мы обратились в антикоррупционную прокуратуру, чтобы получить комментарий на заявление родственников погибших и свидетеля, с которым мы говорили. Однако пресс-секретарь учреждения написал в сообщении, что направил наши вопросы в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Пресс-секретарь этой структуры Эмиль Гайтур, в свою очередь, сказал, что в представляемое им учреждение не поступали какие-либо жалобы, поэтому прокуратура их не расследует. Позже Николай Пырео, прокурор по этому делу, заявил для Аризонт ТВ, что следствие изучает все версии и свидетельские показания. Вместе с тем он утверждает, что машина виновника ДТП была эвакуирована уже после всех необходимых процессуальных действий и замеров. Напомним, что 20 октября главный прокурор Унгенской районной прокуратуры Дмитрий Требой на автомобиле врезался в телегу у села Бахмут. В результате столкновения погибли трехмесячный младенец, находившийся на руках у матери, а также сама мать ребенка, 28-летний мужчина и 64-летняя женщина. Кроме того, 63-летний мужчина получил перелом нижних конечностей и ушиб мягких тканей, а 4-летняя девочка была доставлена в больницу машиной скорой помощи в тяжелом состоянии. Прокурора проверили на содержание алкоголя в крови, но алкотест оказался отрицательным. Он был задержан на 30 суток. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам уточняет, что расследование данного дела продолжается в рамках межведомственной прокурорской группы под руководством прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Это все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. Подробнее об этом и многом другом в наших вечерних выпусках новостей не пропустите. В студии была Алиса Кайряк. Оставайтесь и далее на нашем канале. Удачного дня в продолжении и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин